Девушки отдыхают Девушки отдыхают Александр Щепкин Мастер осознанных сновидений Вот так сегодня я решила вас представить Человек, который научился контролировать свои сны О том, как контролировать сны Мы поговорим чуть попозже А сначала хочется поговорить О таком медицинском аспекте О сне и здоровье Сколько нам нужно спать Для нормальной здоровой жизни Дело в том, что Всегда существует понятие именно средних норм То есть есть люди, которым Достаточно 6 часов для того, чтобы Выспаться и чувствовать себя хорошо Есть люди, которым необходимо все 8-9 часов В среднем Врачи называют цифру 7-8 часов Для взрослого человека Но еще раз говорю, нормы очень индивидуальны Есть короткоспящие люди Есть долгоспящие люди Есть совсем не спящие люди Нет, совсем не спящих здесь нет Но на самом деле нет Живет такой человек в Минске Серьезно-серьезно В интернете о нем очень много статей Его часто снимали Живет прекрасно Человек 17 лет не спал Дело в том, что с точки зрения медицины Биологии, физиологии Состояние сна, оно неизбежно Другое дело, что есть такой вид нарушения Который называется агнозия сна Неузнавание сна То есть человек может находиться В поверхностных стадиях сна Очень часто просыпаться И при этом он убеждает всех И себя в том числе Что он практически не спит Дело в том, что парадокс нашей психики Заключается в том, что мы прекрасно помним Как мы не спали Но мы не можем помнить, как мы спали Потому что в это время Наше сознание тоже Находится в другом совершенно статусе Также про нормы сна Могу еще заметить такую вещь Что Леонардо да Винчи Был известен тем, что спал по 5 минут каждый час То есть для него тоже Эта норма с одной стороны распространяется С другой стороны Он эту норму растягивал на весь день То есть с одной стороны он спал в течение сегодня С другой он почти не спал На протяжении нескольких Но это такой уникальный случай Это для среднестатического человека Наверное ненормально и неполезно точно Конечно Самое главное, что человек был доволен Качеством своего сна Чтобы сон ему приносило восстановление сил А утром хорошее самочувствие Работоспособность Вот это самое главное Это и есть залог, показатель здоровья Правда, что жители мегаполиса Они, ну вот там, как один Страдают бессонницей, хроническим недосыпом Ну и вообще проблемы со сном серьезные Конечно, потому что Самый главный вредный фактор Это стресс И в современных условиях стресс Может быть и на работе, и дома И информационный стресс По телевидению, например, война в Сирии Для кого-то это тоже стресс Посмотрела, уснуть не можешь Да, посмотрел, впечатлился Слушай, ну это просто Телевизор, они сны не смотришь Род, сны не живут в Израиле И все, бессонная ночь обеспечена То есть основной повреждающий фактор Разрушающий наш сон Это стресс И как в ответ на стресс Может быть острая бессонница Угу Вот хочется вас подключить к этому разговору А потому что как раз Очень я согласна с уважаемым коллегой Уважаемой коллегой Но хотела бы вот я еще напомнить Что часто людей невротизируют То есть вот именно отсутствием сна То есть вот очень хорошо вы сказали Что норма сна индивидуальна Ведь часто человеку внушается мысль Что вот ты не спишь Спит, ты должен спать 8 часов Да, ты не спал Ты не спал 8 часов Теперь у тебя снизится иммунитет Ты заболеешь Ты не сможешь работать Человек уже теперь вообще не может уснуть И как писал Корней Чуковский Автор бессмертной там ухи, цокотухи и так далее Он говорит, я готов биться головой об стену Чтобы получить хотя бы кусочек сна Потому что я же не спал в конце концов Бедняга начал принимать только что изобретенные барбитураты И на свет появились многие другие сказки Про крокодила, который ходил по улицам Про акулу, которая проглотила солнце И пустилась, значит, ГПК Отплясывать и так далее В конце концов несчастный детский писатель Так и написал в своих дневниках В том, что мы дегенераты, виноваты барбитураты Вот это по поводу смысла Да, вот я хотела бы это подчеркнуть Что не спишь, все равно уснешь Вот не поспал ночь, не поспал две Организм совершенно согласна Все равно отключится То есть мозг так устроен Это самосохраняющая система Если вы психически здоровы Ну просто даже стресс у вас, расстройство сна Не спешите вы себя насильно уталкивать И тем более глотать эти пресловатые... Вот это вот по часам, когда... Да, это тоже не всегда То есть иногда организму нужно время переварить информацию И погрузиться в нормальный здоровый солнце Хочется обратиться к нашим интернет и телезрителям Подключайтесь к обсуждению Рассказывайте, что вам снится Как вы засыпаете у нас на сайте Звоните нам по скайпу В общем, ждем Анна Валентиновна растолкует ваши сны А вот, кстати, мы только перед эфиром Я зашла и услышала, как вы рассказывали О сне, связанном с тем, что вас кто-то укусил И, кстати, очень интересно, что я этой темой достаточно давно интересуюсь И один из наших профессоров, уважаемых, тоже, то есть по этой теме Люди с неврозами, например Или люди, вот то, что в просторечии называется порчей Очень часто во сне видят укусы Это, кстати, вот очень интересно, даже статистически Пока у диссертации на эту тему еще не защищено Но вот нападение животных или людей Или каких-то существ, обязательно связанное с укусами Это невроз, это свидетельство Это негативное влияние То есть кто-то вас ненавидит, есть скрытые враги И подсознание сигнализирует Вот этим архетипом, например То есть это вот такие вот вещи И они очень часто встречаются А в сущности, что есть невроз, как непорождение скрытого стресса Иногда человек и причину не знает Почему он впал в состояние невроза Не обязательно стресс открытый Ну, кто-то умер там или с работы уволили, правильно? Это более маскированная депрессия В настоящее время просто набирает обороты Совершенно верно Я быстренько, вот пока успею, значит, что по поводу отсутствия сна В древности депривации сна, лишением сна Даже лечили депрессией Совершенно верно Что не надо бояться бессонницы Вот-вот, потому что абсолютно провокационно прозвучало Когда мы вас приглашали в эфир Недосып, говорит Анна Валентиновна, голубом глазу Это, значит, лекарство от депрессии Организм знает, что делает Давайте ему доверимся То есть если сна нет Не надо себя настойчиво, вот как, значит, Чуковский Укладывать в кровать И, кстати, Мэрилин Мамнру Она же тоже умерла, не сознательно отравившись А тоже пристрастившись к снотворным препаратам Особенно хлоралгидрату, который вообще ужасен По своим последствиям Джек Лондон не мог спать И все увеличивал дозу морфия Пока его не нашли при смерти Снотворные препараты вообще под табу? Это вот это доктор Это ответит доктор А я сейчас быстренько про депривацию сна Метод лечения депрессии Если уж вы в нее погрузились Если сон нарушился А вы не спите В Древнем Риме два веселых товарища Брали вот этого римлянина в депрессии Вели его на бои гладиаторов Ну или китером в Лупонарии Или еще куда-нибудь Всю ночь не давали ему спать Развлекая игрой на всяких музыкальных инструментах Значит и напаивая его Может быть А может быть и нет Там это не подчеркивается Но факт тот Что после одной-двух бессонных полностью ночей Но здесь секрет о том Что вообще не спать То есть не пытаться на 15 минут Вот этим тревожным сном Вообще не спать И через двое-трое суток То есть депрессия отступала Человек снова хотел жить Спать Ну то есть и жил дальше Я вам скажу по секрету Что ровно точный такой же метод Он используется в настоящее время Конечно Но он называется Поведенческая психотерапия бессонницы То есть первое, что объясняется человеку Что ничего нет страшного в том Что вы не спите Потому что когда мы всю ночь играем в карты Или всю ночь на дискотеге Мы же потом не сожалеем об этой бессонной ночи Ну а Новый год Это же вообще самая любимая ночь Мы об этом не сожалеем Поэтому первая мысль Что ничего нет страшного в том Что вы не спите Следующий момент Это действительно ограничение сна То есть если человек с бессонницей То он должен соблюдать Очень четкий режим А именно Он должен рано утром вставать Не позволять себе Лежать, валяться в постели А очень у многих пациентов с бессонницей Утром именно самый сон-то и наступает И ни в коем случае Конечно, и под утро сам и сон Но нужно все равно Несмотря ни на что Несмотря ни на плохую ночь Вставать в 7 утра Ни в коем случае Не позволять себе спать И даже лежать, отдыхать днем Потому что так как у человека Была бессонная ночь То даже эти 20-30 минут Поверьте, с точки зрения физиологии Там сон будет Пусть первая стадия Дремота, но сон будет Да, то есть четкий режим Рано вставать, днем не спать И дальше добавляется Называется правило Субъективных 30 минут Если вы легли в кровать Например, в 11 часов вечера Но по своим внутренним ощущениям В течение 30 минут уснуть не можете Нужно с кровати встать Спальню покинуть И пойти себя чем-то занять Ну, конечно, там не гитерами Ну, а что вы, нет Вы, конечно, хорошо Ну, хотя бы можно почитать Квартиру прополизозить Чеммонечко, да Физическая нагрузка Интеллектуальная шахматы Кроссворды, пожалуйста И как только человек Снова почувствует Себя уставшим И вроде как бы сон подбирается Да, он должен вернуться в спальню Снова попытаться уснуть Опять не получается В течение субъективных 30 минут Опять покинуть спальню И так далее И в итоге 3-4 попытки Человек засыпает Замечательный метод Эльмира, хочется про инструментарий Ваш спросить Что это такое Как это работает И давайте попробуем Посмотрим Значит, единственное, что хочу сказать Что с точки зрения медицины Есть два разных понятия Сон и сновидение То есть сон Это физиологическое состояние В котором находится и наш мозг И наш организм Он отличается определенными Физиологическими параметрами И сон состоит из медленного сна И фазы быстрого сна Именно фазу быстрого сна Мы видим сновидение Медленный сон нам нужен для того Чтобы полностью Организм пришел в себя Это понятно Все свои ресурсы Фаза быстрого сна Это наш внутренний психотерапевт То есть всю информацию Которую мы за день накопили Мы должны по полочкам разложить Выводы для себя сделать Решение принять Чтобы наутро Как огурчик С хорошими мыслями С идеей в голове Приступить к рабочему дню Вот И специальные есть методы Которые позволяют посмотреть В какой стадии сна Находится человек Как при этом работает Его головной мозг Как у него работает сердце Как он дышит в это время Какой у него уровень кислорода Вот такое полное исследование Когда мы смотрим Все-все-все-все параметры Называется полисомнография Вот здесь из инструментария Только один инструмент Это электродная шапочка Для того, чтобы посмотреть А как работает головной мозг человека В состоянии бодр Александра, ну позвольте Мы на вас примерим Потому что хочется посмотреть Как это как минимум выглядит Я боюсь, правда Это не очень размер Это детская шапочка Попробуем А вторая штука Это что такое? А вторая штука Сейчас тоже расскажу Пульсоксиметра То есть шапочка Просто вот она Мягкая Ну вот я боюсь, что да Мягкая, эластичная Вот так вот это выглядит Здесь специальное закрепление есть И каждая зона мозга Электрод над каждой зоной мозга расположен И мы можем посмотреть Как работает Лобное дело Височное Центральное, затылочное Таким образом Оценить полностью работу мозга И посмотреть разные стадии сна Не могу не заметить Кстати, что Один из методов обучения Осознанным сновидением Включает как раз подобные технологии Которые фиксируют Именно физиологическое состояние Фаза быстрого сна Характерна Как вы знаете Некоторыми моментами Один из них, например Быстрые движения глаз под веками Есть устройства Которые в том числе Даже можно в домашних условиях При базовых знаниях Электроники создать И они фиксируют Эти изменения в поведении И дают какой-либо сигнал телу Кстати, вот проложку От которой вы скоро расскажете Очень аналогичная ситуация Смысл состоит в том Что это именно вызывается На фазе быстрого сна И человек, приучая себя раз за разом Обучается на этом сигнале Скажем, не просыпаться А именно переходить уже в состояние Когда он понимает, что он спит И взаимодействует Ну, некий сигнал, да? Вот та история Про Сальвадора Дали Он Не секрет, что половину своих Вот этих сюрреалистичных картин Он увидел во сне Он использовал вот такой метод Осознанных сновидений С помощью обычной ложки Он засыпал Брал ложку И вот погружаясь в дрему Когда тело уже совсем расслаблялось Ложка Падала И вот этот самый звук Служил сигналом К тому Вот осознанию Себя во сне Он понимал во сне Что он спит Ну и, соответственно Вот это давало ему Возможность ухватиться Образы, конечно Да, запомнить образы Ну и как-то контролировать Кстати, волшебные сновиденческие ситуации Единственное, что именно у его метода Есть некоторые инститры Так, что он Некоторые верятные Наносят пази медленного сна Которая нужна Больше физиологически То есть, если от нее отказываться Это тоже здоровью на пользу не пойдет Ну, то есть, это такая дань творчеству Опять же, отказ от сна И сознательное нарушение Вот механизмов сна Оно же всегда для духовного видения То есть, употреблялось Бессонные ночи там в храме То есть, и так далее Это еще со времен Египта, Месопотами И так далее Обязательно То есть, не давали спать Или человек сознательно не спал сам Чтобы утончить То есть, свои вот эти Психологические и другие способности И действительно, мы по себе это знаем Так, вот Цветаева Ранний цикл Бессонница Она и писала Когда она не спала То есть, специально черным кофе А Римбо, который отказывался от сна Тоже ее себя отравлял Апсентом и крепчайшим табаком Чтобы обрести сновидение Это, в общем, к тому разговору Что можно пойти не пылесосить А можно пойти и начать творить На самом деле Ну, дело в том же Можно и с ума сойти Грань между гением и безумием Она же очень тонкая Один станет Сальвадором Дали А другой, извините С голосами в голове Все-таки мы упоминаем В качестве примеров Очень таких ярких личностей Харизматичных Которых отличала нестандартная все-таки Машление Нестандартная психика Поэтому не стоит На них равняться Стоит днем спать? Слышал, что это вредно? Иван Давыдов спросил Действительно Спать днем Это вредно Потому что тогда Нарушатся биологические ритмы И произойдут Какие-либо изменения За ночным Ну, то есть взрослому человеку Детям, понятно, полезно Потому что, ну, как вот Детям положено по физиологии Потому что они еще пока маленькие Не устают Им нужен кратковременный сон Чтобы восстановить силы Именно физиологические Физические силы Вот Хотя сейчас Очень много тоже появилось Публикации в интернете Особенно в зарубежной Провестие, что в различных странах В Англии, в Европе, в США Организуют так называемые Кабинки для отдыха И действительно позволяют Взрослым, особенно менеджерам Во время рабочего дня Во время рабочего дня Отдохнуть Во время рабочего дня Через 20 минут Их будет И просят Из подобных кабинок То есть Если мы решили днем отдохнуть Это время не должно превышать 20-30 минут То есть Ни час, ни два, ни три Интересный еще факт Из истории России Вот есть такое не очень лидературное слово Кайф Его исконное значение состоит в чем? Кайфом назывался Часовой сонный отдых После обеда То есть Когда человек ложился В натуральный час спать Спал в это время И это время называлось именно кайфом И уже позже Это слово так вот Переродилось То есть ест Она такая осталась Это норма Для жарких стран Потому что в определенные часы Очень жарко Очень душно Невозможно работать Александр Столкнулись когда-нибудь С лунатизмом С говорением во сне Только с говорением Говорят я Несколько раза Два или три Был за этим замечен При этом Я с кем-то что-то обсуждал Был один случай Когда я Кого-то отчитывал Ну одну свою знакомую Скажем так Не будем даваться Некоторые свои личные подробности В другие Случаи Я Было это связано с тем Что я Пытался выучить немецкий язык Безуспешно Но я что-то на нем Начал Рассказывать Слух К счастью Это никто не записал К счастью Почему Потому что Если это перевести Я думаю Это будет такой бред Ну я вот в этом уверен Нет Но тем не менее Интересно было В моем понимании Просто в мозг Кроме того Что мы сами можем изучить Из материального мира Никак все-таки попасть Скорее всего не может Но это в моем понимании Я не настаиваю Что это единственная Верная точка зрения То есть вы разделяете Все-таки Все что происходит Здесь материально На его И все что происходит В моей голове Это для меня все-таки Разные вещи Хотя конечно Они взаимосвязаны А мне хотелось бы напомнить О профессоре Реттенберге Одном из исследователей Тоже сна И кстати Очень хорошие работы у него То есть я не беру сейчас Психофизиологию Ретикулярную формацию Прочие научные вещи И так далее А он понял Что сон имеет Прогностическую функцию Грубо говоря Он способен прогнозировать Вещи сновидения Совершенно верно Они существуют Сновидения только говорите Сновидения Сновидения Прошу прощения Да То есть Как говорил один наш коллега Определимся в дефинициях Вот он Сновидения Да Про встречи о снах Так вот люди привыкли И С чего началось Что ему снится сон То есть что он упал В определенном месте Разбил очки Значит И вот он плохо видит Куда-то он идет на работу И это же событие Вот полностью в деталях Произошло Потом он От пациентов Начал слышать истории Которые тоже были связаны Да Что мужчина просыпается Ночью в холодном поту Будет женой Ему снилось Что он пошел выбрасывать помойку На помойке Его убил ножом маньяк И вы знаете Он уснул Потом жена его успокоила Утром он пошел выбрасывать помойку И там именно его убил ножом маньяк То есть вот детальные совпадения Эти сны То есть это же в ЛГУ В 60-х годах Профессор Васильев Целая кафедра работала Над изучением вещих снов Которые были зафиксированы свидетелями То есть после того Как человек ведет сон Ну в той или иной степени Каждому снятся Ну вот такие какие-то прогнозы Обязательно Нет наверное человека Который во сне не видел бы Определенные Не то что вот события Но знаки для него индивидуальные Это работа нашей интуиции То есть А как Ломоносов Тук своего отца вот нашел Опять же очень трудно Что это работа интуиции На необитаемом острове Среди этого холодного океана И так далее То есть можно сказать Что он был знаком с расположением Да не был знаком Он вообще находился в это время В Санкт-Петербурге Как это объясняют Не знаю Ваши коллеги Никто не может это объяснить Это не изученный феномен Просто мы должны Как честные ученые Признать что он существует Когда-то Фламарион То есть который был сотрудник Парижской академии наук Обратился через газету К парижанам Говорит Пишите о вещах снах Я все опубликую 8 тысяч писем пришло сзади Его уволили из академии Все уже были материалисты Им показалось что он ненормальный Про свои вещи и сны Напишите скорее Пока программа не закончилась Они были всегда очень простые Я всегда перед экзаменом Видела во сне номер билета С вопросами Которые я и получала на экзамене Практически никак Всегда получая Одно образование философское Второе психологическое Я ни разу То есть вот Только номер билета Или все-таки список вопросов Нет, именно вопросы Первый вопрос Два же вопроса всегда в билете Первый вопрос Второй вопрос Но я не могу сказать Но времени-то оставалось Подготовиться И эти вопросы Да нет Я, как говорится, не верила этому Вы знаете Тут остается один вопрос По-прежнему Связанный также и с осознанными С этим вопросом Человек действительно Предсказывает ли будущее Или он каким-то образом Себя программирует На выполнение этой программы А физики сейчас уже говорят Квантовые о том Что мы реальность программируем То есть что уже не просто себя Уже события вот этого мира То есть увидев этот сон Мы создали ту самую картину Мы видим то, что будет Или создаем то, что будет Это опять же открытый вопрос С точки зрения квантовой физики Вы как считаете? Очень трудно сказать Вечность Я, знаете, один раз в жизни Начала размышлять Вот о вечности О времени То есть И у меня мозг завис Я потом прочитала В одной очень умной книге По физике Что у нас Не так уж много гигабайтов Или мегабайтов То есть чтобы вместить Вот информацию То есть есть вещи Которые мы своим мозгом Ну, земным Пока мы в земной оболочке Просто их не можем понять Но все-таки мы пророчествуем Или мы творим То, что нам приснилось Никто не знает Грань между пророчеством И творением Выбирать каждому самостоятельному Как приятнее осознавать Я стараюсь склоняться к тому Что мы именно программируем Просто потому что Лично мне Приятнее осознавать Что я создаю свою судьбу А что делать Если ночной кошмар И так Вы знаете Мне они совершенно не снятся Даже если что-то такое снится То обычно В роли монстрика Обычно выступаю я Серьезно Ну, не бывает ночных кошмаров А что значит В роли монстрика выступаю я В смысле Пошел, распрушил полгорода Однажды во сне Я подружился С Фрэти Крюгером Прекрасно А вот знаете Ваш диагноз Анна Валентина Я как раз не ставлю диагнозы Но в силу своей профессии Я постоянно сталкиваюсь С удивительными случаями Которые я описала в книге своей То есть Икс файлс и так далее Я их просто описываю Я не пытаюсь их истолковать Потому что толкование Оно всегда довольно примитивно Это как у Хармса Раньше считалось Что земной шар Стоит на слоне Который стоит в свою очередь В океане Так ли это? Это не так На самом деле Земной шар находится На большой черепахе Но это очень Напоминает науку Потому что Мы пока не обладаем Полным инструментарием Мозг-то еще не изучен Но мы можем знать Что действительно То есть сон Это великое благо Которое нам дано свыше Он успокаивает Главное правильно Пользоваться этим благом Но понимать Что это блага Это успокоение От земных страданий Недаром люди Раньше на ночь Молились Ангелу-хранителю То есть вот Всегда То есть Даже погружение в сном В сон Всегда было связано С молитвой И кстати говоря У мусульман Молитву в два раката Надо было совершить То есть перед тем Как значит Одно из пяти Значит молитв суточных Всегда это использовалось Ну и врач наверняка скажет Что это ну понятно И полезно Просто потому что Там не знаю Дыхание Устраивается И налаживается Потому что есть вообще такая связь Между сном и смертью Тогда Совершенно верно То есть эпизоды Внезапной смерти во сне И вообще сон Такой неизведанной сцене Особенно тогда В древние времена Что есть некая опасность Сознание засыпает Контроля полного нет Что там происходит С организмом Неизвестно На всякий случай Помолимся А случаи Что кто-то умер во сне Они заставляют Людей несколько бояться Состояния сна И отсюда вот Такие вот все молитвы Которые призваны Защитить человека Это то о чем вы говорите В частности Остановка дыхания во сне Сегодня встречаются такие Сегодня вообще Чаще всего нарушения Какие со сном? Ну самое частое На первом месте Это бессонница Конечно То есть это до 40-45% Причем чем крупнее город Чем цивилизованней Нация Так скажем Тем чаще Чаще встречается бессонница И конечно бессонница Это всего лишь симптомы Это не диагноз Это не болезнь И она является Проявлением спектра Большого расстройства Больших расстройств В том числе и неврозов И депрессий То есть если бессонница Длится 3 месяца Год 5 лет 10 лет Надо задуматься И все-таки Начать с консультации Не только невролога Но и врача Психиатра Психотерапевта Дальше На втором месте Это конечно у взрослых Это нарушение дыхания во сне То есть сам храп Это четверть населения 25% Да Остановки дыхания во сне Это уже 7-9% населения Из них 3% тяжелая форма Просто у нас в России Не так много информации Об этой болезни Потому что бум Начался конечно в США Когда у них был большой пик ДТП Связанных с сонливостью за рулем И вот тогда врачи Стали активно исследовать Причину этой сонливости И увидели Что оказывается Тучные водители Особенно которые храпят во сне Да у них есть такая болезнь Остановок дыхания во сне Частые остановки Нехватка кислорода Гипоксия Избыточная дневная сонливость Даже за рулем автомобиля Это следствие Какого-то другого заболевания Какого-то хронического недуга Вот результат чего Остановки дыхания Да Или это само по себе Нет, это самостоятельное заболевание Оно связано С анатомическими особенностями Строения глотки человека То есть появляется Сужение верхних дыхательных путей Увеличены миндалины Увеличены аденоиды Особенность строения Маленькая задвинутая назад Нижняя челюсть Функциональные особенности Снижение тонуса мышц Глотки Связаны с старением С употреблением алкоголя С частым курением Ожирение То есть особенность Отложения жира Внутри организма человека Между мышцами Между мышц шеи Задние стенки глотки Все это приводит к тому Что мы ложимся спать На спину То есть у нас все язык Западает туда Кзади Плюс предположим Человек имеет Избыточную массу тела Его верхние дыхательные пути Сужаются Воздух начинает Проходить в легкие Через препятствия Мы слышим храп И вдруг Храп-хапрап И тишина То есть Падение стенок Верхних дыхательных путей Вызывает полную обструкцию Воздух в легкие Да, это все-таки Вершина айсберга Если все-таки Люди, которые спят С храпящим человеком Говорят Знаешь, ты не только храпишь Но ты даешь паузы А потом очень громко И страшно всхрапываешь Либо там еще и пинаешься Стонешь руками, ногами Пинаешься, стонешь Постоянно ворочаешься И у тебя периодически Есть паузы в дыхании Сразу крачу Да, это первый признак Что есть болезнь остановок дыхания Лунатизм Говорение во сне Это свидетельство чего? Это уже другой вид Нарушения сна Он чаще встречается у детей У взрослых очень редко Сно-говорение Сейчас полностью убрали в норму Говорить во сне можно Ничего там страшного нету И так далее Разрешили, ура Тут можно Давайте разговаривать Еще два года назад был в патологии И сейчас норма В зависимости от профессии Я хотела Немножко добавить Сказанному То есть лауреат Нобелевской премии Доктор Лоун То есть известный кардиохирург Который первым сделал пересадку Клапана сердечного У него пациентов много было с бессонницей В основном То есть это сердечники Ну естественно Раз он кардиолог И один раз он отвел человека в сторону Вот что-то у него ёкнуло в душе Он обладал прекрасной интуицией Как многие великие врачи Вот он не только был врач То есть вот значит По букве Да, совершенно верно Он просто обладал вот этой Инстинктом То есть интуицией Ясновидением Как угодно это можно назвать И он говорит За что вы хотите себя наказать? А тот жаловался, что не может спать И вот очень часто Да, то есть причиной бессонницы Является чувство вины То есть непроработанное То есть мы чувствуем Что мы в чём-то вот виноваты Мы что-то не сделали Или сделали плохо И мы наказываем себя И кстати Феринчий психоаналитик Вот об этом же пишет Вот расстройствами сна То есть сперва к психологу А потом уже к неврологу Нет, нет, дело в том Что сначала к неврологу То есть я сама из медицинской семьи Слава богу Из психиатрической Поэтому сначала, естественно, к неврологу То есть мы должны исключить сначала патологию Физиологическую, ну и так далее И после только этого То есть человек уже может решать другие проблемы Понятно, по вещим сновидениям Это к психологу Как использовать сон во благо, Александр? Как мы уже здесь уже упоминали Сон, мозг, правда, на состоянии сна Может гораздо больше Известен самый банальный, известный случай Менделеев и его таблицы То есть человек очень долго пытался Создать какую-то систему периодическую Вошел в состояние сна И уже там мозг выдал ему готовый вариант Это связано со многими факторами Просто человек, способный к управляемым сновидениям Может даже вызывать во сне образ Любого известного ему знаменитого человека Любого ученого Не важно, насколько древнего И советоваться элементарно с ним Да, это будет диалог с собственным сознанием Но в этом диалоге человек сможет узнать, понять И исследовать гораздо больше Те же, чем он сможет Ваше личное достижение Примеры, они всегда вот Аргументирование так бьют Ну, скажем так, я смог избавиться От некоторых невротических процессов И, знаете, я очень долго не мог понять Как устроен и работает транзистор И это я тоже смог разобраться только во сне И метод ваш, как, ну, вот Ваши технологии В первую очередь это была самонастройка То есть подготовка себя На самом деле это гораздо проще, чем кажется То есть главное, чтобы этот процесс начался в первый раз Настроить себя, поверить в то, что ты будешь спать Самое главное, чтобы войти в это состояние Когда человек верит, что он будет видеть сон во сне Это зафиксироваться на мире снов Элементарная, самая известная практика Перед кроватью кладется ручка и блокнот Человек просыпается, записывает сразу подробно сон Ложится спать дальше Одна-две ночи таких записей Во-первых, человек начинает видеть Как сейчас нужно просыпаться И что это, будильник ставить на каждые полтора часа? Можно ставить будильник, если есть такая необходимость Но не обязательно Достаточно даже по утру записывать сон Мозг по пробуждению забывает 80% сна Если не больше Человек, зафиксировавшись на мире снов При помощи ручки и блокнота Начинает снова видеть сны Если человек начал видеть уже черно-белые сны Возвращается цвет Звук, ощущение нарастает яркость снов И уже из этого более яркого мира снов Человек начинает сталкиваться с такой проблемой Что, как понять, не спит ли он сейчас Вопросно говоря У вас есть сейчас такая мыслишка? У меня нет, но я периодически Развлекаюсь тем, что проверяю На то, сутлю или нет Кстати, это один из моментов Самые три известные метода Первый – это выключатель То есть подходим к выключателю в комнату Включаем, включаем Чаще всего в мире снов свет в комнате И выключатель не взаимосвязаны Второй – это стекло и рука То есть попробовать продавить стекло рукой Естественно, в мире снов Стекло как минимум не треснет Как максимум это удастся И самый надежный – это зажать себе нос И попытаться дышать через закрытый нос Если все-таки дыхание продолжается Довольно продолжительное время То, соответственно, вы спите Да, забыл Четвертый метод Самый такой известный, с которого начинают чуть ли не все Это попытаться прочитать какой-то текст Отвернуться на секунду и прочитать его снова Тексты, цифры и все в мире снов Постоянно перетекают, изменяются И никогда нельзя прочитать одно и то же В одной и том же книге На одном и том же месте А запомнить то, что прочитал И проснуться с этим И самому записать Можно, можно, можно Можно смысл Например, есть такая группа хакеров сновидений Люди, которые как раз занимаются вот этими вопросами Они описали метод, когда создавался некий помощник существа Можно продать ему абсолютно любую форму Буквально вешается над текстом И самому читает человеку То есть происходит такой обман мозга Что как бы идет текст Но все равно это воспринимается на слух На слух всегда воспринимается одно и то же И уже этот текст они переносили в В реальность по их утверждениям Но почитать не далее Как вы с таким технологиям относитесь? Я вот сейчас вот раздумывала как раз об этом И я, наверное, все-таки не решилась бы То есть вот Так экспериментировать Да, экспериментировать Есть вещи, которые должны оставаться тайной Помните у философа Беркли о том, что Бог спит И нас всех видит во сне Что мы все частицы сновидения Бога И когда мы начинаем свой сценарий То есть диктовать Мне вот вспомнилась история Как раз с моделированием ситуации Она описана у кого-то из духовных практиков Я сейчас навскидку не назову Но цитируем она у Грофов и Моуди Значит там девушка смоделировала Буддийского монаха Который ей давал разнообразные советы То есть и был для нее проводником Сначала в мире сновидений Но потом он стал появляться уже в реальности В конце концов победение монаха Стало уже довольно, так сказать, наглым Понимаете, то есть вот И она уже не могла совершенно И как его обратно Вот, в том-то и дело Что нарушив, то есть природный процесс Понимаете, это помните как детский анекдот Что забыл как дышать и задохнулся Помните, вот то же самое Вот, то есть видимо все-таки вот это очень такие Сугубо для экспериментаторов вещи Потому что когда мы А что плохого Менделей в таблицу увидел Он увидел не по своему Он не делал ничего моделирующего Он просто лег спать Равно открытие бензольного кольца И равно масса Вот когда люди видят, что с близкими людьми во сне Когда они видят, то есть вот ситуацию У меня только сегодня пациентка на приеме Говорит, полгода назад я увидела сон Сон, мне говорят, до свидания, мама Я уезжаю в Воронеж Какой Воронеж? Почему только Мандельштамов Вспомнишь, Воронеж Вор, Воронеж, Ворон Но что-то, при чем тот Воронеж? Он уезжает на неделю в Турцию Знакомиться с девушкой, которая проживает в городе Воронеже И приезжая вот неделю назад Маме сообщает, что он едет в Воронеж Вот как вы это, опять же, говорю, объясните? То есть как? Опять же, вот прогностическая ситуация Физики же говорят, что время оно такое Что мы можем на минуту выпрыгнуть из него В особом состоянии сознания Увидеть Астральное тело Вот никто не... Да, это опять же вот наши земные слова Которыми мы пытаемся объяснить феномены Это все равно, что мы бы сейчас По-вашему, смоделировала мама в данном случае Историю все это с вами То есть дурными вот словами Ну вот сейчас эта мысль натолкнула меня На важное упоминание Которое мне совершенно верно забыл упомянуть Да, это все очень интересно Увлекательно управляемые сны Но не стоит забывать, что это По большому счету лишь должно оставаться игрушкой Иначе, во-первых, это теряет Всю свою красоту и привлекательность Ну и, во-вторых Есть несколько побочных эффектов Один из которых просто яркость снов Может при неправильном подходе И слишком большом напоре спасть И человек перестанет иметь возможности Все те удивительные, которые он имеет во сне Он просто перенесет реальную жизнь в сон Такое тоже бывает Ну и попросту Если с нами управлять То мы теряем как раз этого психотерапевта Крайне увлекательного И этот механизм предсказания Да, мы можем находить ключи к тем простым Казалось бы нам, казалось бы Важным для нас задачам Но потеряем гораздо больше Но мы можем потерять совершенно верно Гораздо больше То, что нам хотели донести Но мы были заняты чем-то важным Что называется Потрясающе Напоследок Вот там три правила здорового сна Не знаю Открыть форточку Принять горячую ванну накануне Прежде чем лечь Вот ваш личный Я думаю, что основное правило Это вести здоровый образ жизни То есть, извините Четкий режим Рациональное питание Попытаться минимизировать От них мы никуда не денемся Но все-таки стрессы Иметь какие-то хобби Увлечения Чтобы мы могли в любой момент Отдохнуть и душой, и телом То есть, спортивные хобби Вот про душу, Александра Анна Валентинова Чтоб кошмары не снились Как говорил бравый солдат Швей Как это приятно Ложаясь вечером в постель Сказать себе Сегодня я опять был честным То есть, я бы развернуться в сон Не в рите Я из гашика Но я хочу сказать, что да Главное, это комфорт и гармония С самим собой И главное, не бояться не спать Организм все равно тебя уложит Рано или поздно То есть, не надо бояться Походишь день ваше Добрый вечер, извините Прервать вашу дискуссию Но ваше время истекло И у нас следующий эфир Значит, Оксана Надо проверить, что тебе это не снится Спасибо